В старинных китайских легендах говорилось, что Чао-Чао происходит от совершенно иных предков, чем другие породы собак, а именно от медведей. Это предположение возникло, видимо, от сходства осанки. Медведь обладает необычайной уверенностью и твердостью в ногах. Чао-Чао тоже. Однако эти предположения о происхождении Чао-Чао относятся скорее к басням. Есть мнение, что Чао-Чао – это одна из ветвей лайкообразных собак Восточной Сибири. Некоторые специалисты убеждены, что предки этих собак когда-то были скрещены стибетскими догами. Ну что, как живем здесь, а? Братва. У нас, между прочим, в России есть песни про китайских собак. Помните? А говорящая собака Чао-Чао произнесла довольно внятно «гау-гау». Между прочим, по-китайски вот у нас говорят «собаки лают гаф-гаф», а вот в Китае говорят «вау-вау». Ее проклятую ничто не возмущало. Чернели кляксы на снегу. Между прочим, вот кляксы. Мы все стоим под звуки овощного танга. Нас привлекает этот супер овощи манга. По крышам дворники бегут. Большим поклонником породы Чао-Чао был всемирно известный психолог Зигмунд Фрейд. У него было несколько собак этой породы, которые присутствовали на сеансах психоанализа. Считается, что Фрейд первым научно доказал положительное влияние собак на психологическое состояние человека. «Собаки любят друзей и кусают врагов, в отличие от людей, которые практически не способны к чистой любви и всегда должны смешивать любовь и ненависть в своих отношениях», — говорил Фрейд.